Только за 2015 и 9 месяцев этого года в республике осуждено за получение взяток 82 сотрудника органов госдоходов. Больше всего в поле зрения правоохранителей попадали специалисты налогового контроля. На них приходится более трети зарегистрированных коррупционных преступлений. Далее следуют работники таможенных постов и замыкают тройку сотрудники службы экономических расследований. Впрочем, за последний год количество уголовных дел по коррупционным правонарушениям среди сотрудников комитета госдоходов снизилось почти в два раза. В первую очередь это связано с антикоррупционной борьбой внутри ведомства, которая приобрела системность. Антикоррупционная работа в Комитете государственных доходов осуществляется по следующим приоритетным направлениям. Первое – это проверка кандидатов, претендующих зачислению в органы государственных доходов. Второе – обеспечение ведомственного контроля по соблюдению трудовой и служебной дисциплины за счет ужесточения дисциплинарной практики. Третье – анализ и устранение коррупционных рисков. Четвертое – формирование антикоррупционной культуры. Пятое – усиление персональной ответственности руководителей органов государственных доходов за коррупцию среди подчиненных. Как отметили участники семинара, антикоррупционная культура должна стать одним из краеугольных камней в борьбе с мздоимством. Если бы коллеги в свое время оповестили руководство о готовящемся факте коррупции, можно было бы избежать многих уголовных дел. Теперь же для стимулирования неприятия коррупции руководство антикоррупционной службы готово поощрять тех, кто сообщит о готовящемся преступлении. За сведения о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение в сумме от 1000 до 1 миллиона тенге. Помимо этого, тем, кто помог в разоблачении, будут вручаться грамоты и ценные подарки. В целях борьбы с коррупционными правонарушениями у нас открыт колл-центр, куда можно сообщать информацию. Он работает круглосуточно, а вся информация будет конфиденциальной. А борьба предстоит серьезной, подытожили участники семинара. На сегодня свыше 150 руководителей различных территориальных органов госдоходов находятся в зоне риска. По ним ведется оперативная разработка, и вполне возможно, кто-то из этих сотрудников уже в ближайшее время станут фигурантами уголовных дел. Даня Архудайбергенов, Амантай Оуэльбеков, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар».